Добрый день! Зовут меня Саук Николай, или Николай Саук. Сегодня 20 апреля 2012 года, опять пятница. Ну и я хочу продолжить то, что начал. Бред, физика, продолжение. Не поправки, не дополнения, а просто продолжение моих мыслей, моих соображений, моих интересов. Может быть, в какой-то мере хобби, не хобби. Ну, вот продолжение бреда. Продолжение один. Может быть, будут и другие. Не знаю. Ну, первым своим заявлением по водороду я серьезно напугал свою старшую сестру. Ну, она младше меня, но старшая. Из двух сестер старшая. Раису Николаевну Сорока. Конечно, приношу извинения. Ну, не хотел. Конечно, когда она увидела меня в интернете, и я собираюсь делать заявление, она подумала, все, поехал. Ну, может быть, физики частично все съехавшие. Без этого нельзя. Ну, это, внизу прочим. Вот. Она испугалась, ей плохо стало. Все. Ну, Раиса Николаевна, извиняюсь. Это же, как бы, ты дала мне вот этот портфель. Правда, он пустой. Я по-прежнему не люблю записывать. Ну, уже не помню большинства форму. В принципе, я их старался и не запоминать. Ну, и поэтому продолжаем. Извиняюсь. Вот. Ну, для меня, ну, я, как бы, вот, как физика, она состоит из нескольких разделов. Условно. Механика, теплофизика, оптика, электричество, атомная физика, ядерная физика. Ну, механика. Считается, что давно все законы изобретены. Спасибо Исааку Ньютону. Он за всех нас поработал. Ну, и правда, все, кто сталкивался с механикой, все, конечно, вспоминают эти законы, все задачи. С физикой кто сталкивался, кому приходилось давать какие-то экзамены, конечно, там законы Ньютона, все. Ну, доцент Петровский, который учил меня в университете механики, он, ну, была такая книжка Хайкин, но я слушал его лекции. Это была его коронка. Ну, классно он говорил о механике. И в этой механике профессор, доцент Петровский обозначил одну тему. Ну, это стекание электрических зарядов с заостренных предметов. Ну, с острия иглы, может быть, может быть, еще чего-то тоньше. В принципе, это вот в механике остается для меня непроэкспериментированной, недорешенной задачей. Но в этом есть что-то. Вот люстр Чижевского типа, но там, значит, стеканию этих зарядов еще способствует электрическое поле. А вот в чистом механике, если взять острый предмет, то с его острия стекают электрические заряды. Ну, наверное, электроны. Кому же еще там стекать. Я думал, ну, накупить пачку иголок, сложить. Ну, мне кажется, как бы вот почувствовать эффект. И стекают заряды, они движутся туда, значит, это как-то должно двигаться. Если зацепить на какую-то вертушку, то это будет вертеться, и получим какой-то двигатель. Может быть, там еще и поле, чтобы способствовать, добавить, способствовать этому стеканию. И получится вот механоэлектрическая какая-то машина. Ну, как бы, наверное, вот пачка, несколько пачек иголок эффекта сильного не дадут, чувствительного вот в этих условиях. Но если применить современные нанотехнологии, вот, и сделать там, ну, такое количество этих иголок, чтобы вот эффект проявился. Может быть, здесь будет продвижение. Ну, как бы, в механике вот есть такое направление. Ну, при том, как бы, механика. Вот трутся два тела. Трутся два тела, соприкасаются, да. Смазочки добавили, они меньше соприкасаются. Глажа идет, ну, все машиностроение, все-все это отдано техникам, все. А если подумать по-серьезному, ведь при трении изнашиваются предметы. Ну, тела, которые трутся поверхности этих тел. А как, что, значит, изнашиваются? Мы видим там опилки, стружки, ну, пыль, еще что-то. Что за износ? Как он происходит? Что это такое? Они, вот как они соприкасаются? А ведь соприкасаются они кристаллическими решетками, молекулами, атомами, да. Что тут вот мы, как бы, соединить атом с атомом, там, или молекулу с молекулой, это одно. А здесь они вот прямо, и здесь такие рушатся решетки, рвутся связи, электроны, протоны, все здесь перемалывается. То есть в этом трении происходят такие процессы, вот, всякие, ядерные, вот, на ядерном, атомном уровне, вообще, на уровне физики, твердого тела, там, еще что, немыслимые процессы. Ну, к сожалению, вот, как бы, это, то есть выделить вот тонко каждое трудно, но это вот совокупно, вот, простой момент. Трение – это совокупный процесс там всяких всевозможных ядерных, атомных взаимодействий. Электрических, все, электроны же, протоны, ядра. Вот как это вот все там перемалывается, взаимодействует? Это, как бы, не, не, вот, не открытый мир, не исследованный мир, а, просто, вот, трутся два тела, и все. Теплофизика. Ну, движутся молекулы. Кстати, как бы, вот, движутся молекулы, а если применить для лечения, ну, мы ударили где-то еще что-то, вот, прогревание, прогревание помогает. Вот, прогрелись, и я этим пользуюсь, вот, где-то боляшка или что-то, вот, заболело где-то, прогрел, вот, молекулы начали быстрее двигаться, рассосалось все это, но, к сожалению, как бы пользуются этим, ну, все открыто, все понятно, на поверхности все лежит, вот. Ну, почему-то в медицине, ну, это же помогает, и, может быть, в некоторых случаях лучше помогает, чем операции, чем таблетки, натирания всякие. А у нас нет в медицине отрасли теплолечения, ну, или как теплодоктор. Нету такого, терапевта, хирург, всякие есть, а теплодоктора нету. То есть, ну, а ведь, ну, наверное, потому что слишком просто. И, значит, все не обращают на обычные вещи. Ну, оптика, ладно, там, оптика, лазеры, электричество, понятно. Ну, я вот из раздела атомной и ядерной физики, это вот как раз вот тут водород и там все, что меня интересует. И, как бы, ну, по всем направлениям считают, что уже все, кроме как атомной вот ядерной физики, ядерной там, ну, атомной вот частицы эти элементарные там еще, вот строение материи, здесь идут интенсивные сосредоточенные умы, что вот здесь что-то новое. Ну, кстати, нанотехнологии там вот уже где-то коррелируют. А как бы вот эти разделы механика, теплофизика там, ну, вот они, физика твердого тела, как бы уже считаются отданы на откуп техникам. Хотя это, я думаю, что, как бы, если вот те люди, которые занимаются, или те ученые, которые сосредоточены на глубинных строениях, вот на тех, которые трудно доступны в строениях материи, и обратили на то, что вот на эти процессы, наверное, они бы нашли тоже какие-то интересы в этом, то есть задумывались бы об этом. Ну, мы же про водород говорим. Ну, почему вот, значит, что вот в прошлом своем бреде, бред, это бред, да, вот в прошлом бреде я сделал заявление про водород. Я просто, как бы, проанализировал, пронаблюдал, сопоставил вот взрыв Чернобыльской атомной станции, взрыв Фукусимы японской, где вот образовывался водород. То есть я, как бы, предложил способ, ну, не способ, проверенный на практике, способ получения водорода в больших количествах, в больших количествах из воды. Из воды, не из газа там, не из чего, из других, а вот из воды. А вот она вот везде. Это, вот, разогретое там до расплава каналов и топливо, плавится топливо ядерное, плавятся каналы, какие-то элементы, это катализатор или что, туда попадает вода, мгновенно образуется водород, ламинообразно, вот он образуется. Ну, а дальше, что происходит, это вот последствия, это, как бы, следствия там взрыва, вот. Ну, в литературе, как бы, и есть в анализе, что, как бы, гремучей смеси для взрыва Чернобыльской атомной электростанции, для, вот, взрыва реактора, ну, было недостаточно. Я, возможно, было недостаточно. Но, что такое гремучая смесь? Это, вот, когда две части, ну, два литра, допустим, водорода, мы знаем, что водород, смесь водорода и кислорода. Водород, кислород, они не в атомарном виде существуют, как бы, а газы, они в молекулярном. То есть, два атома водорода, молекулу составляют, два атома кислорода. И, таким образом, берем, как бы, две молекулы водорода, соединяем с одной молекулой кислорода, все это поджигаем, ну, и при этом, вот, происходит, образуя, в итоге образуются две молекулы воды, плюс определенное количество энергии. Значит, это количество энергии, сейчас я там, как бы, на, примерно, на один акт, пять электронвольт. Пять электронвольт. Ну, это очень мало. При том, что термоядерный, реакция термоядерного синтеза дает, вот, если возьмем, значит, один атом или ядро гелия с ядром трития и соединим их, произойдет синтез, образуется, ну, ядро гелия, еще один нейтрон, и выделится семь с половиной миллионов электронвольт. То есть, ну, там, вот, как бы, огромная разница. Ну, но все равно, как бы, есть, вот, есть масса, есть энергия. Есть закон сохранения энергии. Ну, все проверено, то есть, энергия не исчезает. Что вступила, какая энергия вступила в какое-то действие, там, в реакцию. На выходе такая же, такая же суммарная энергия будет. Ну, закон сохранения массы не действует. Когда, если возьмем, вот, я, эти самые частицы отдельно, там, протон и нейтрон, вот они по разделенности. Но если мы их соединим в ядре, в ядре, то есть, суммарная масса этих частит в ядре будет меньше, чем сумма, вот, масс отдельных этих частит. Ну, это, так вот, это, как бы, вот, то, что при соединении ядер, при синтезе, вот, ядер, как бы, и ядро детерия, и ядро трития, когда вступает, их суммарная масса меньше, чем, вот, масса тех частиц, которые входили, вот, чем изначальная масса этих двух ядер. То есть, сумма получилась меньше. Это образовался, как бы, дефицит массы. Ну, а Эйнштейн, он определил закон, что он берет, как бы, связал энергию с массой, связывается через скорость света. То есть, берется через скорость света в вакууме, берется масса частиц в состоянии покоя, умножается на скорость света в квадрате, то есть, М на С в квадрате, и равняется энергии. То есть, как бы, вот она энергия, вот она частица покоится, а вот она летит, там, допустим, со скоростью света, а ее уже нет у этой частицы, а вот есть, летит это, или, как бы, вот эта энергия. Ну, а разница массы, которая, вот, получается, при соединении, разъединении, это, ну, как бы, их, там, называют, энергия связи частицы ядрей или что. Ну, и как вот происходит синтез ядер? Значит, вот одни ядра, другие, одни ядра соединились, да, как бы, как вот капли, в лужицу образовались. В лужицу. А вот разорвать эту лужицу, ну, то есть, образовались в лужицу, при этом выплюнули, вот, энергию лишнюю. То есть, сумма вот этих капелек в лужице, как есть, и капелька частицы, оказалась меньше, чем масса, суммарная масса, меньше, чем по раздельности. А куда делась вот избыток? А вот он энергия стал. Ну, ту, которую мы стремимся получить в термоядерном синтезе. Ну, правда, есть еще, значит, деление ядер. Это вот тяжелые элементы. Ну, скажем, конкретно уран-235, который делится при попадании в ядро медленных нейтронов. Ну, уран-238, который делится при попадании в ядро быстрых нейтронов. Там тоже при делении одного ядра, ну, получается, примерно, на одно отделение примерно 200 мегаэлектронов вольт энергии. Ну, тоже хорошее, но там большие, большие. То есть, это другой процесс, который, ну, вот, мы как бы не пересчитываем в этот сантефект массы. Там свои проблемы. Так вот, как бы, ну, это все рассказы про, я про то, что, как бы, вот, если взять два объема водорода и один объем кислорода, соединить и чиркнуть спичкой, то получится, то этот состав, гремучая смесь, и, ну, получится, типа, взрыв. То есть, мгновенно происходит реакция с образованием в итоге воды. В итоге воды. И выделением энергии. Если там литрами это соединять, то есть, брать в литрах, два литра водорода, литр кислорода, то, ну, а если, если вообще прикинуть, что в молях, а моль, это, для газов, это 22,4 литра. 22,4 литра. И в каждом из этих вот литров для газа находится 6,02 на 10 в 23 молекул. Это числового кадра. Ну, и вот, если два этих, два моля водорода соединить с одним молем кислорода и чиркнуть спичкой, то получается 484 примерно килоджовля энергии. Ну, это в мэвах получается такое количество, как 3 на 10, 3 там 0,2, на 10 в 18 мегаэлектрон вольт. То есть мы там где-то 10 в 18 мегаэлектрон вольт. Мы там вот одно гелие, ядро гелия с трителем соединилось там 17 и 6 мегаэлектрон вольт. А вот тут вот эти символи, ну, в принципе, литр кислорода, то есть огромное. То есть использование водорода, вот даже вот в этой гремучей смеси, оно тоже очень энергоемкое. что происходит, вот, ну, других, там, окисления, реакция окисления, там, еще что-то. А вот для физиков, которые оперируют вот этим вот законом Эйнштейна, что энергия равно массе на скорость, массе покоя, там, частицы или материи на квадрат скорости света в вакууме, ну, тут надо было бы пересчитать. То есть как вот два две молекулы водорода с молекулой кислорода, вот они как-то сходятся. Это же вот замкнутые, то есть ядра где-то внутри, замкнутые оболочки, какие-то оболочки, или как-то они связаны, эти вот атомы. Ну, считается вроде бы как не химическое, вроде бы как соединение, а дипольное. То есть они притягиваются друг к другу атом к атому, и получается поэтому H2O2. О2 кислород, H2 это молекула водорода. Потом вот они тут в огне в этом, в смеси, когда сгорают, образуется вода, две молекулы воды, это уже связь, когда один атом кислорода, то есть те два атома, связанные молекулы, разорвались, плюс присоединилось к каждому атому кислорода по два атома водорода. Ну, присоединение, что значит присоединение? Вот как я представляю, ну и как вот по науке, это вот атом устроен как ядро есть какое-то из частиц, которые там вроде бы там плюсы и минусы, это вот какой-то лужицы такой вот, вот, а вокруг вот энергетическое поле, которое пока эти электроны бегают, это как бы вот, ну шары, там не шары, вытянутые диполями, но это какая-то энергетическая субстанция, которая, если их остановить, они станут электронами, но они вертятся, значит, они разманут в зоны пространства, это вот энергетическое какое-то как состояние, энергия, но может быть энергетический потенциал, то есть потенциал энергии, что вот это состояние, это нахождение на этих орбитах, оно несет в себе потенциал энергии, а мы когда останавливаем, вот этот потенциал переходит, потихонечку материализуется частицей, и которая, если полетела, где-то электрон, когда соединяются атомы, вот, они перехлестываются внешними валентными электронами, эти валентные электроны, как бы, становятся общим полем энергетическим, ну, и как бы, я представляю, что произошло объединение вот этих полей, то есть объединение этих частиц, электронов, тут нужно и применять, как для расчета, вот всех этих тепла, тепла всяких законов, это вот соединения, вот, которые происходят, вот, соединения этих электронов, они маленькие, электроны, масса покоя маленькая, там, намевы, в тысячи раз меньше, чем масса протонов, которые в я, и нейтронов, вот, и получается энергия, вот при этом тоже, вот, дельта масса это и образуется, дефект массы, который, ну, и выглядит, что, если там 17 миллионов электронов вольт при соединении ядер, вот, то, ну, там, или, как бы, считаем, что тысячи электронов вольт, то здесь, вот, на реакции гремучей смеси, на одной, как бы, по моим, только 5 электронов вольт, и, и, при, ну, при этом, это реакция, которая происходит, если, вот, смесь, гремучая смесь, когда взревается, температура там, поднимается до 2800 градусов по Цельсию, то есть, вот такой, такой разгон, ну, в какой-то момент, это, как это средняя температура, что-то разогревается выше, что-то меньше, да, в среднем, вот, до 2800 градусов, ну, так может быть, как раз, вот тут и есть часть, все-таки, происходит соединение ядер, ну, это, как гипотеза, но, поискать, в трении, где все ломается, и крушится, там тоже можно поискать соединение ядер, ну, в теплофизике, не знаю, но тоже, горения всякие, вот эти вот переходы, там, там тоже в оптике, где вот лазерные моменты, я хочу, вы не использовать, вот там, как бы, накачку энергии, ну, лазером, там, не, нетороиды, в которых держать плазму, а может быть, вот лучше лазера, который пропечет, вот эту смесь, там, дейтерия, трития, да, и там, произойдет часть, может, небольшая часть, но вспышка лазера, а если поставить много лазеров, вспышка за вспышкой, и все, все это будет, ну, как бы, будут происходить, микро термоядерный синтез, будет происходить, ну, пусть происходит, пусть происходит, ну, кстати, как, вот я, думал, ну, вот свет, берем, сферу, ну, шар, пустотелый, внутри, зеркальная поверхность, и, ну, лазером, лазером, как бы, мощнее, чем, или лампочка, и начинаем накачивать туда свет, если зеркальная поверхность, он, лучше будут отражаться, но он, как бы, там будет накапливаться, ту точку, которая, вот, если от лазера, именно эту точку, где попадает, это чуть-чуть скоса, чтобы не было обратного выхода, потому что, если прямо, он лучше назад и выйдет, от лазера, вот, тонкий, а что-то, ну, ходил там, и пошел бегать, и так накачиваем емкость, то есть, вот мы в сферу, что будет, я не знаю, что будет, но, как бы, вот колба, или сфера для хранения света, ну, а если энергетически все туда накачивать, а если туда подпускать тот же смесь третей эдетерии, по чуть-чуть, может быть, а там что-то мы накопили, там энергии вот этой световой, которая, вот, может быть, тоже будет вызывать эти термоядерные реакции, скажем, двигатель, ну, и двигатели, что берем трубу с соплом, отсюда, либо мощный луч лазера, который зеркальный внутри, либо мощный луч лазера, который выходит, и запускаем смесь, эту третей эдетерия, чем длиннее труба, ну, заполненная труба, то есть, тем больше реакции будет происходить, и все, то есть, вот гонит эту трубу, либо со сторон, то есть, начинают лазерные импульсы, и они вызывают, вот, многочисленные, вот, реакции, вот, а если внутри, там, зеркальная, как эта поверхность, то есть, может быть, можно обойтись без магнитных ловушек, которых сжимают, плазму, там, сжимают, нагревают, ну, может, может быть, я, собственно, так, давно, еще, там, вот, студенческие годы, представлял себе установку, термоядерного синтеза, управляемого термоядерного синтеза, это, вот, сфера, утыканная, ну, лазер, может быть, лазерами, может быть, какими-то разрядниками, да, когда, вот, разряд, да, а в центр мы туда, вот, запускаем, запускаем что-то, происходит импульсы, импульсы, то есть, секут, секут импульсы, и происходят вот реакции, без, то есть, когда температура в маленьком пространстве создается та, при которой возможны реакции термоядерного синтеза, но не все пространство, потому что там охлаждение, еще что-то надо, ну, не знаю, как эти, как эти установки, как, ну, вот такие, такие, то есть, я сказал, что, как бы, цель, вот, первых, прошлого моего заявления по водороду, это, да, что, как бы, способ, вот, может быть, он, мы, на сковородку, ну, что, расплавленное ядерное топливо, с расплавом каналов, вот здесь вот, лавинообразное образование водорода, то есть, это надо как-то изучить, проверить, применить, может быть, это вот, путь к получению этого водорода, потому что, топливо, как топливо, ну, и чем, чем привлекает водород? А водород привлекает тем, что, вот, всякую энергетическую, или какую-то установку, мы представляем, что, ну, с одной стороны, есть, газ, там, какое-то топливо, дрова, торф, ну, что, что-то, что-то мы запускаем на входе, значит, все там горит, как бы, вот, ну, процесс, горение окисления, ну, а горение мы знаем, окисление, вот, ну, а на выходе делается полезная работа, ну, а в продолжении, ненужные нам вредные какие-то вещества, СО, СО2, копоть, дым там, еще что-то, но, по закону, ну, как бы, но сохраняется, все вот элементы, каждый атом, который пришел на входе, он появился и на выходе, то есть, ничего с ними не произошло, все вот атомы, которые, ну, все вот эти элементы, которые, они просто в другие соединения превратились, вот, сделав полезную работу, ну, что мы там загружены, чем, чем, чем нехороший этот процесс, тем, что мы, дорогое топливо, бензин дорожает, все время, мы его там, на входе, ну, дизельный топ, нефть, газ, мы на входе его запускаем, работа нам нравится, полезная, которая все это выполняет, ну, не нравится нам, что это все где-то там, улетает, разлетается, топорниковые эффекты, все, берем водородную установку, такую же, значит, на входе водород, кислород, или водород, мы там, кислород и воздух, как-то там, чтобы регулировать, ну, а воздух, воздух еще азот содержит, кстати, азоту не нравится, вот это вот процесс, все, очень неудобный элемент для процессов, горение там, окисление, что происходит, ну, на входе мы водород, кислород, запускаем, ну, воздух азот, там, в воздухе соотношение, там, как бы, две части водорода к пяти частям воздуха, какое-то такое, вот, делается дело, вот, на выходе получаем водичку, ну, и пар, ну, пар полетел, там, в атмосферу, сконденсировался, водичка упала, то есть, прекрасно, мы берем воду, запускаем, ну, фактически элементы из воды, запускаем, получаем энергию нашу, да, ну, и в итоге получается вода чистая, хорошо, все замечательно, и ничего не потерялось, вот поэтому, ну, водород, это привлекательный, а вот термоядерность, это уже дальше, и, ну, как бы, вот в этом, в этом процессе, когда бензин, газ, получается, что-то для, на автомобилях, получается, едем, машина едет, в цилиндрах там, давление, все создается, микровзрывы вот этой, этих смесей, ведь, ну, на выходе, на выхлопе, СО, СН, там, еще что-то, всякие, всякие вредности, но некоторые умельцы, и это в литературе, они в эту смесь водичку добавляют, и получается, как бы, может тот, может лучший эффект, но можно и такое, то есть топливо смешивать с водой, мы там с рапс выращиваем, с рапсовым маслом там что-то смешиваем, еще не дизелин, ну, как что-то там выращивают, то спирт добавляют, то эти самые растительные, древесные, то еще что-то, кто как может, но это все стоит денег, а тут водичку добавляют, просто, ну, какая-то дешевая, вот, у нас в средней полосе, мы не испытываем этого, проблем с водой, вот, едешь, речка, болото, озеро, зачерпнул, долил и поехал, вот, то есть, вот, поэтому привлекательный, водород очень привлекательный, замечательная вещь, главное, на выхлопе все, чистота водичка, ну, порог, там, ничего не теряется, получаем энергию, так это вот, как бы, один момент, что вот, получение водорода, и применение, применение, переменение есть, ну, надо быть очень осторожным, а второй момент, что, может быть, то есть, ну, вторая, из вторых гипотез, что, может быть, конечно, самое привлекательное, у нас, это термоядерный синтез, термоядерный синтез, ну, тяжелой воды, ее называют, дейтерой, третьей, тяжелая вода, ну, ядер вот этих, элементов, этих, ну, клонов, там, или водорода, ну, а может быть, и ядер самого водорода, как бы, мне это более, более привлекает, ну, как бы, сам водород, более привлекательный, Потому что третий эдетерий, его надо еще там выделять, он есть в воде, но надо выделять этот водород. Так возможно, это как гипотеза, что при всяких наших реакциях, при горении, при том, все-таки происходит частично в микрозначениях реакция термоядерного синтеза. Ну или ядерного синтеза, потому что термо, ну термо, там температура тоже горит, тоже жарко. Вот этого термоядерного синтеза в маленьких долях. И то, что, как говорят по Чернобылю, что да, гремучей смеси было мало для того, чтобы вот так разворотить реактор. Ну так может быть, как раз вот частично, когда эта смесь вот взрывается, может быть, там частично и происходит термоядерный синтез. Может и нет, ну мы ищем. Ну и я вас призываю, что вы думаете, может быть, кто-то знает больше, все. Ну я за то, вот что. Может быть, вместе мы и найдем что-то. Ну и еще раз, как бы, извинения родственникам, которых потревожило. Ну, конечно, я понимаю, Белоруссия там, и вдруг кто-то хочет сделать заявление, это намек на политическое. Политика – это удел других людей, но она меня все время интересовала. И в принципе, у меня есть интересные моменты, политические такие, политические, жизненные, ситуационные, ну, на которых я задумывался, которых я вот ношу в себе, да. Ну, в следующий раз я, наверное, может быть, ну, в другой раз поговорим и про политику. Но физика есть физика, политика – политика, хотя эти вещи связанные, пофинансировав все, это вещи из нашей жизни, из нашего окружения. Ну, и закончу я чем? Закончу тем, что, как бы, все мы материальны, вот, масса, масса и энергия – это взаимосвязанные вещи – зависит только, ну, как бы, от состояния. Ну, правда, там скорость света, вакууме, ну, это неважно. То есть мы одновременно и масса, и энергия, ну, энергия – хорошо, что, как бы, тут однозначно все сохраняется, когда мы энергия, а когда масса – могут быть и дефекты. Вот, ну, так, пусть этих дефектов не будет, не будет. Нужно, с водородом нужно, повторяю, нужно, к водороду нужно относиться очень осторожно и внимательно, потому что, как бы, водород везде, вся органика, неорганика и все, везде присутствует водород, и нельзя погубить себя слишком смелыми экспериментами, вот, гремучая смесь и все взорвется, даже так. А если там до синтеза дойдем, так, там еще, ну, еще сложнее, ей опаснее. То есть главное – не поджечь землю, потому что жить негде будет, и нас не будет. Всего вам удачи, хорошего настроения, вот. Пятница, а может, всегда хорошо для тех, кто трудится, и для тех, кто бездельничает, как я. Спасибо. 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 Спасибо.